Да, всё верно. Этим можно наслаждаться только если ты сидишь дома и наблюдаешь через веб-камеру за городами. Да. Ну, я уверена, что иногда так делает даже наш гость. В принципе, можем у него сейчас и узнать. Точнее, гость. Я Бурлакова Диана, предприниматель, педагог и руководитель детского клуба и детского сада. Скажите, пожалуйста, а вы наслаждаетесь видами Ялты с веб-камерами? Да, из окна, может быть. Гостиничного номера. Да, я могу наслаждаться только из окна в своем городе, только в Масадре, где я живу. А как вообще настроение на самоизоляции? Бодрячком? Всё в порядке? Уныния нет? Нет, но что нам остаётся? Тем более предприниматели, мы умеем выживать стрессовую ситуацию. Как раз сейчас мы испытываем это на себе. Пытаемся что-то придумать, как-то работать. А насколько вообще стрессовой эта ситуация является? Насколько сгущают ли вокруг краски? Или ситуация действительно крайне неудобная, неприятная, некомфортная? Стрессовая для руководителя, да. Потому что у меня частный детский сад, и сейчас мы не можем работать в условиях изоляции. И в онлайн, к сожалению, частный детский сад не перенести работу. Так что мои педагоги сейчас сидят без работы. Но тем не менее, вы горькими слезами не рыдаете. Вы рассчитываете на какие-то меры, да, поддержки, которые окажет государство? Или вообще, что вы планируете делать? Пока планируем перевести работу онлайн. Что мы сейчас и делаем. Мы пытаемся какие-то занятия в любом случае. Это детский клуб, мы переводим занятия в онлайн. Работу с детьми. Пробуем. Уже проводили английский язык онлайн. И с меры поддержки, да, мы надеемся, что будут. В идеале, конечно, было бы здорово, если бы сделали кредитные каникулы, налоговые каникулы. Но так как отсрочка тоже, в принципе, неплохо. Ну, то есть, в принципе, я так полагаю, отсрочка как раз-таки уплата налогов, это тот шанс функционировать сейчас в этом состоянии хотя бы полноценно. Отчасти полноценно, если говорить об удаленной полноценной работе. Отчасти полноценно, да. Потому что неизвестно, как мы выйдем потом после карантина и насколько платежеспособны будут наши клиенты. Поэтому отсрочка, да, это хоть какая-то надежда на продолжение бизнеса. А насколько родители контактны и насколько они идут на то, чтобы учить своих детей как раз-таки, вот именно удаленно, как вы говорите, вы уже проводили некоторые уроки, некоторое количество. Здесь свои сложности, потому что сейчас родители занимаются школой онлайн, да, сейчас все занятия. И родители огромный стресс, они проводят утрады до ночи, до 12 часов с уроками. Поэтому в онлайн на занятия клуба процентов, наверное, 40 готовы перейти из тех клиентов, которые у нас были. Потому что они сейчас стрессовая ситуация, адаптируются, и в ближайшую неделю в полтора они точно не готовы переходить. Ладно, надеемся все-таки, что те меры поддержки, которые оказывают государство, будут эффективными. Надеемся, что люди вокруг, в том числе ваши клиенты, будут более контактными. И надеемся, что скоро, в принципе, нам это все разговоры не пригодятся, не понадобятся, что скоро все это разрешится и все сложится хорошо. Спасибо вам большое за беседу. Мы желаем вам удачи и удачи в бизнесе, и будьте здоровы, главное. Хорошего дня. И с нами была Бурлакова Диана, предприниматель, педагог и руководитель детского сада.